Один квадратный метр будет миллион стоить. Леш, мне кажется, ты меня обманываешь. Конечно, я много-много миллионов все украл. Что так дорого-то? Вот в этой стене она была мокрая. Хозяйка может иногда выходить в свет. С мебелью! Это мне нравится гораздо больше. Застройщик накосячил? Сейчас дверь откроем, взорвемся. Ирина, вот квартира 102 квадратных метра. Мы здесь 8 месяцев делали ремонт. Вы почти как ребенка вынесли. 8 месяцев. Вот у нас такая красота получилась. Слушай, а сколько здесь комнат получается? Здесь почти две, можно сказать. Ну да, такое пространство. А там еще две. Итого получается у нас 3-4. Здесь, кстати, между прочим, 44 с половиной квадратных метра. Вот эта вся площадь? Да, 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 44. У меня квартир чуть меньше, чем вот это пространство. На полу находится паркетная доска. Она приклеена. И там идет переход в кухонную зону. Но мы туда чуть позже придем. И я покажу тебе прикольную штучку. Когда ты погладишь, тебе очень понравится. Продолжай. А в тех комнатах тоже эта доска? Там тоже такой пол? Слушай, да. Паркетная доска, беспороговое соединение. Оттуда перешло сюда. Неких порожков. Все одним фронтом. Сочки будут целые колготочки. У меня был видос, когда я с чемоданом еду. Беспороговое соединение самое лучшее. Кстати, между прочим, о нем. Сделано действительно аккуратно, чем и славятся наши замечательные ребята, мастера, которые стараются выполнять работу. Блин, это вообще идеальный вариант, потому что я, честно говоря, дома замучилась страдать от того, что ты где-нибудь зацепляешь, и все, носочки, колготки. А колготки, знаешь, не дешевые. Так-то. А скажи мне про эту стену. Выглядит так, как будто это перепланировка. Нет, если бы смотреть на план экспликации помещения, то это несущая стена. Вот. А здесь, в принципе, это все становится понятно, исходя из ее толщины. Ну да, вряд ли бы сожрали бы столько пространства ради простой разделительной тоненькой стенки, да? Межкомнат. Перегородки какие-то, они обычно тонкие. Там 100, 150, а то и 80. А здесь у нас все 300. Это несущая стена. То есть это конструкция у нас. Ну то есть здесь заранее от застройщика было представлено это как студия практически. Квартира примечательна тем, что дизайнер объединил не два помещения, как обычно, а сразу три. Кухню, гостиную и спальню. Во-первых, благодаря такой планировке стало больше пространства и воздуха. А также такая компоновка помещений обеспечивает появление разнообразных интересных решений. С точки зрения зонирования, обыгрывания пространства. То есть появляется больше вариантов, как расположить обеденную группу, диванную зону. В диванной зоне будет или один диван и кресло, или два дивана. Как они будут располагаться по отношению друг к другу. Во-вторых, такое современное решение сверхудобно. Так, например, родители могут следить за маленькими детьми во время быта. Удобно устраивать вечеринки и застолья. Хозяйка не будет вынуждена постоянно бегать из гостиной на кухне для подачи или готовки блюда. Как и во время ежедневного досуга и времяпрепровождения с семьей за просмотром фильма, например. То есть хозяйка может иногда выходить в свет. Я тебе расскажу историю. Наш клиент, мы же с ним с 2017 года работаем. И в прошлый раз мы делали ему объект. Это квартира в Жулебино. И тогда он пришел к нам со своим дизайн-проектом. И мы, по сути, делали ремонт. И мы были в основном как ремонтники. Ну, сейчас уже прошло сколько лет с 2017 года. И у нас концепция изменилась. В 2021 году. И уже мы ему делали дизайн-проект. Мы здесь управляли уже в большей мере и своими подрядчиками. То есть, грубо говоря, своими мастерами и своими подрядчиками. Были, конечно, несколько подрядчиков со стороны клиента. Если мы раньше вентиляцию не могли клиенту предоставить, не могли предоставить умный дом, то сейчас мы и дизайн-проект, и умный дом, и вентиляцию, и, соответственно, ремонтно-отделочные работы. Весь полный комплекс. Вот вентиляция здесь обошлась немалое количество денег. Она состоит, по сути, из двух систем. Это приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование. Это можно сделать по-другому. Будет, правда, дороже стоить. Но про цены мы позже поговорим. Когда совмещается система кондиционирования и вентиляции, и прячется все это обычно в подсобные помещения. И преимущество той системы в том, что вот этих блоков уже видно не будет. Такие блоки большие, они меньше эстетики. Но зато ниже цена. То есть, здесь вопрос, конечно, денег, грубо говоря. Так, это раз момент, который здесь вот был сделан. Ну, приточно-вытяжной вентиляции, что она позволяет делать? Воздухом будешь дышать, чистым. Да. Да. А здесь другая штука. Мозги. Мозги этого дома, по сути. Мозги умного дома. Много, много и не только проводов. Дорогая, ты когда уйдешь, не забудь электричество все выключить. Хорошо, милый. Да. Играть на пианино здесь реально можно. В общем, умный дом – это развлечение достаточно дорогое. И про это мы тоже в конце скажем, сколько это обходится. Но что делает умный дом? Умный дом в состоянии регулировать освещение. Умный дом в состоянии управлять теплыми полами. Умный дом в состоянии управлять даже вплоть до системы отопления. Умный дом в состоянии управлять системой приточно-вытяжной вентиляции в совокупности с системой кондиционирования. Круто. Да. А если туда еще в систему приточной вентиляции вставляют какие-нибудь освежители-осушители, то они и этим способны управлять. Ладно. Неплохо. Скажи мне про плитку. Вот эту вот. Это имитация? Это клинкерная плитка. То есть это никакой не камень. Камень, он обычно не такой, он идеальный. А здесь это клинкерная плитка. Слушай, а есть какие-нибудь прикольные истории про этот объект? Она не прикольная, может быть. Она, наверное, такая, которая показывает, что мы можем найти слабое место и его починить. Вот в этой стене она была мокрая. Почему стены бывают мокрые? Потому что у них внутри обычно делается плохая какая-нибудь складка, то есть есть дыра в помещении, либо наполовину внешней стены есть дыра, а здесь она чисто какой-нибудь штучкой заделана, чуть-чуть штукатуркой. И поэтому мокнет. Мы можем несколько кадров вставить, какие проблемы были на других там домах, с которыми мы сталкивались, где зажигалку подносишь, вот, и она тухнет. И вот даже покурить нельзя. Поток такой сильный, что ее сдувает газобетон, который толщина его 600 миллиметров. Слушай, а получается, что это застройщик накосячил? Да. Скажи мне, пожалуйста, про вот эту зону. Ну, здесь по проекту будет… Прачечная? Прачечная, скажи. Как-то необычно, слушай, в коридоре прачечная. Установлен будет шкаф, своеобразно такая прачечная будет. Вот так, наверное, да, как-то будет? Да. Ну да, я думаю, что это точно не так. Тут же не пройдешь тогда. Да, не пройдешь. Вот так. Слушай, прикольно. Помимо того, что в проекте удачно спрятаны все коммуникации, электрощиток, коллекторный узел, вентиляция, также удачно продуманы места под хранение хозяйственно-бытовых предметов. Например, мы видим в обзоре квартиры, как расположены стиральные и сушильные машинки. Далее они будут спрятаны во встроенный шкаф, куда можно разместить холодильную доску, пылесосы, моющие средства и тому подобное. За счет этого жилое пространство не захламляется, и у каждой вещи есть свое место. Благодаря дизайнеру быт заказчиков стал более организованным и менее раздражающим. Это современный и необходимый аспект жилья – прятать все внутренности и оставлять зримым только красоту. Ирен, здесь вот санузел с душевой, площадь вот этого санузла. Очень круто. Шесть с половиной квадратов, да. И подсветочка. Плитка какая красивая. Причем рельефная, такая интересная. Мне очень нравится. Под бетон, рельеф, вот это вообще как будто, знаешь, это порода. У меня ассоциация. Здесь просто под бетон. И, между прочим, кстати, я сейчас вот заметил, люк здесь есть. Вот здесь вот шла, практически не видно. Для того, чтобы ребята так сделали… Это люк? Да-да-да-да, люк. Вот, люк и там сантехника. В поисках сокровищ просто. Кстати, между прочим, пацаны здесь просто великолепную, потрясающую вещь сделали. Вот эта стена, вот обрати внимание, она сделана тоже из плитки, видишь? Да. Вот, видишь, какие-нибудь дефекты? Ну что, из кусков? Дырочка вижу. Дырочка не закрыта. Сознательное отверстие. Вообще, стена собрана из кусков. Ну, не здесь, может быть, выше, выше. В смысле, из кусков? Из кусков. Ладно, не буду тебя мучить. В общем, плитка изначально идет в более крупном формате. Ну вот, да, я вижу, вот у нее, да. Да. Но не хватало плитки, то есть ее вообще было в притирку. В итоге ребята вверху, вот все кусочки, они сделали плиточки, блин, из остатков. И собирали там все поштучно. Сегодня подготовили этот участок для укладки плитки. Сделали подтаять для установки СВП. Также сегодня запилили всю плитку. Сделали все чистовые примыкания. 10 штук плитки. Это круто, ведь если у тебя закончилась плитка, то тебе не надо ждать, заказывать еще дополнения. Потому что мастера могут вот так вот выкрутиться. Это круто, что руки такие есть. Молодцы, вообще супер. Ну а здесь слив. Здесь же у нас душевая в строительном исполнении. Все из гранита сделано. Это все собрано, да? Ну конечно, это вручную. Все вручную собирается. То есть колоссальный труд. Надо реально очень хороших мастеров иметь. Соответственно и парни, красавчики, они сделали вот такой вот слив. Сюда вставляется кусочек плиточки. И когда здесь моются и волосы бегут туда, ты сама знаешь, что происходит. О, да. Помимо этой аккуратности, здесь функциональный, да? У тебя, считай, внутри стены встроена вся вот эта сантехника. Мы не будем это лапать, чтобы не портить красоту. У тебя здесь внутри коммуникации, соответственно, вывод. Там подача воды туда, соответственно, еще сюда. Инсталляции такого типа встроить в стену, они более дорогостоящие, чем простые. Мне так понравилось, что это не стало лапать. Такая забота о клиенте. Да. Супер. Вот, если здесь посмотрите, смотри, как это смотрится. Вот это все. Красотища. Красотища в чем? Аккуратность. Это двери-невидимки. Какие у них особенности? Здесь они не совсем невидимки. Здесь, скорее всего, больше можно сказать, что это минималистично. Немножко видно, да ты в этом смотришь? Да, их немножко видно, они совсем. Там вообще зеркальное. А, ну тут, можно сказать, что не видно. В этом можно посмотреть. Здесь вот по поводу технологии. Так, у них нет наличников, у них усложненная система монтажа. То есть, за два этапа ставится. То есть, их невозможно поставить на чистовом этапе. Значит, часть ставится на черновом, вторая часть ставится на чистовом. И вот этот плинтус. Плинтус здесь особенно. Здесь плинтус с подсветкой. Сейчас вот не горит. Надо где-то там понажимать кнопки умного дома, чтобы он умного что-нибудь нам соображал и включил все эти дела. Да, ночью так идти и подсветка, которая не травмирует твой нежный сонный глаз. Ночью-то, скорее всего, он вообще отключается из спальных комнат. Потому что, вообще, по рекомендации врачей, психологов, надо спать, во-первых, полностью темные шторы. В прохладе. В прохладе. Тишина. Я сплю следующим методом. И действительно темные шторы. На глаза эту штуку. Да, это смазка. Затычки в уши. Да, да. Давай посмотрим спальню. Здесь 19 метров. Чтобы здесь прикольного окна-то, это понятно, да. На которые нужны шторы автоматически опускающиеся. Но здесь еще и какая-то штука. Элементы этого умного дома включателя, которые включают еще и светильники. В квартире тщательно продумано освещение. Благодаря умному дому заказчик может настраивать разнообразные сценарии света. В каждом помещении установлены потолочные датчики движения. Заказчик настраивает удобный ему сценарий. Например, в ночное время датчик включает потолочную подсветку в санузле и подсветку плинтуса в комнатах. То есть ночью основное освещение автоматически не включается. А в дневное время наоборот. Умный дом можно настраивать по часам и контролировать каждую единицу освещения, даже дистанционно. Необходимо учитывать, что на момент съемок вместо люстр использовалось временное освещение. Таким образом, мы с вами видим живой, слаженный организм с филигранно выполненной оболочкой. Мне нравится, что здесь такие прям грани. Звук приятный. Как у айфона. Короче, здесь будут хозяева отдыхать, набираться сил для нового дня. Здесь 13 метров. Это детская. И мы видим здесь короб. Видишь? А, ничего себе. То есть кажется, как будто это так и должно быть. Оно должно быть только тогда, когда у тебя есть трубы. Трубы проходят туда и выводят их на фасад. То есть там идет забор воздуха. Вот я вижу там вентиляционные диффузоры. Если ты выглянешь, то тоже их увидишь. Вот там, соответственно, забор воздуха идет. Прикольно. И, соответственно, туда в вент машину проходит, все там фильтруется. И хороший воздух у вас дома. Даже несмотря на то, что здесь стройка сейчас идет. Тройка закончится? Да. Но пока она идет, то тут надо чем-то дышать. Отличная вообще тема. Вот здесь вот, между прочим, есть опасная штука. Смотри, мигает все. Это что такое? Тебе надо выбрать, какой провод отрезать. Какой выбираешь? Зеленый или белый? Хватит меня троллить. Скажи, что это? Ну, мне надо по-любому быть красный или белый. Просто я тебе говорю, сейчас дверь откроем, взорвем. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Это элементы умного дома. Каждый, соответственно, сервопривод, так называется, управляет подачей воды в радиатор отопления. Тем самым регулируя температуру в той или иной комнате. Это вот так вот умный дом выбираешь? Часть его. А-а-а. То есть, умный дом, просто он, смотря на какие элементы подключен. Управлять и охлаждением помещения, и нагревом его, и форсунки эти какие-нибудь там освежительные стоят. Вот. Просто зависит от функционала и, соответственно, от цены. Леш, а сколько стоит умный дом? Умный дом стоит, вот говорят, здесь два с половиной миллиона. Не говорят мне, вот цифры прислали такие. Я разбогатеюсь и обязательно поставлю умный дом. Два с половиной миллиона. Унитазом управлять? Пусть он мне борщ варит. С капусткой, но не красный. Он может борщ варить? Просто здесь унитазы еще, которые еще и освежают. Сколько стоит ремонт в этой квартире? Я не скажу тебе, сколько всего стоит ремонт, потому что данные здесь не до конца собраны. Потому что мы не всем же здесь управляли. А так, вот работая на сегодняшний день, если бы мы его считали от ремонта, то 6 миллионов. Ну, тогда, год назад практически он стоил дешевле. Черновые материалы – это 3,8 миллиона. Вот. Вентиляция и кондиционирование, тут мне дали данные примерно, это 2 миллиона. То есть это не только вот этот блок, а, соответственно, остальное там работающее. Вот. Умный дом, как я сказал, 2,5 миллиона. Да. Вот. Итого. Это 14 миллионов. Что равно 140 тысяч рублей за квадратный метр. Но. Но. Я тебе хочу сказать. Это немного, на самом деле. Сущие копейки. Сейчас из кармана достану. Сейчас у нас в стадии заключения договоров два объекта, где один квадратный метр с мебелью, материалами, всеми пирогами будет миллион стоить. То есть там вообще, там резиденции, там две резиденции. А ты покажешь его? Показать – покажу, но снять не знаю. Да? Потому что, да, на одном вполне возможно. То есть интересно потрогать за такой… Не, он сейчас на ремонт. То есть там проект на полтора года. Обалдеть. Я не сказал про чистовые материалы, что такое чистовые материалы и свет. Освещение, выключатели розетки, радиаторы, подоконники, паркет, соответственно, покрасочка, двери, плитка в санузлах. Легко сюда уйдет на чистовые материалы порядка, наверное, где-то трех миллионов. И то могу сейчас продешевить. Итого получается, если у нас 3 миллиона на 100 метров, то мы делим 30 тысяч рублей на квадрат. Если что-то попроще, допустим, собрать, если про резиденции мы поговорили, то если попроще, это Optima, о которой мы уже видео снимали, я это показывал. И там мы, если зайду туда, посмотрю, проект, допустим, серый, по-моему, интерьер. Сейчас будет более приятная цена. Да. Здесь квартира 59 метров у нас или 57. Ну, здесь можно посмотреть, здесь работы уже будет у нас 32 тысячи рублей за квадрат. Материалы, это у нас, по-моему, черновые, если я не ошибаюсь, 13 тысяч. Короче, здесь получается без какого-то типа материалов 86 тысяч рублей за квадрат. Но это все, это вместе с мебелью. С мебелью? Да, да, с мебелью. Это мне нравится гораздо больше. 100 тысяч рублей за квадрат, работы, материалы, все, то есть вместе с мебелью. Ремонт квартир под ключ в Москве. 2 990, 2 520. Леш, мне кажется, ты меня обманываешь. Конечно, я много-много миллионов все украл. Все так дорого-то? Дорого. Почему такая большая цена? Ага. Это знаешь, типичный пример, да, вот ты сейчас промониторивала цены и типа начала им верить. Вот, но сюда лучше не ходить, потому что это замануха для тех, кто не подкован. Они все врут. Почему так много, недорого, много, объясню, пойдем. Мы в своих ремонтах применяем, по сути, самый лучший материал. Вот это вот все собрано на туалетная бумага в туалете, она просто must-have, понимаешь? Я посмотрела туда. То есть фильтры, одни, вторые, третьи. То есть это все для того, чтобы качество воды, качество жилья клиента, оно, соответственно, было более высоким, комфортным. Водонагреватель и тому подобное. И вот это вот само оборудование, оно действительно, оно действительно дорогое. Это не какой-нибудь две трубки, торчащие из стены. Ну, допустим, у меня, у мамы квартира девятиэтажки. У нас, естественно, там две трубы, и они до сих пор работают. Вот. И туда, конечно, в три копейки потрачено. Сюда будет потрачено много. У них нет вариантов других, вот они работают. Вот, работают просто-напросто. То есть вот чтобы так ее аккуратно сделать, вот эти все вот эти вот реально, как ювелирно, чтобы клиент кайфовал потом. То есть, то нужны хорошие очень руки золотые, и надо платить. И вот защита цены на рынке достаточно сложная вещь, когда у тебя там в интернете вот эта вот байда за 2000 рублей квадрат. У меня сразу сейчас возник вопрос. А вот это как раз и формирует стереотип, ложный стереотип о том, с которым нормальные строители, они вот сталкиваются с этой проблемой. Но через аккуратность, через показ вот таких вещей я могу доказать то, что наша цена адекватная. Да. Наша цена как раз адекватная. Да. Красота. Ты про лес? Про квартиру. А я думал про лес. Ну и про лес тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова